Я расскажу про проект, на который я выросил 3,5 месяца в прошлом году, и который оказался не так... Ведь я был зачарован на сих пор. Я, конечно, был зачарован, но это обычное состояние, так что... Только открытки спасутся. И бан за их не раз... Да. Без бана никак. Здесь почти все знают, что это за проект. Лучше расскажи, а то так вот, на форуме... Ну, я кратко расскажу. Прежде всего, в интернете есть замечательный форум. Сейчас покажу. Замечательный петербургский форум, где сидят антизиасты и смотрят, где что строится. Вот, допустим... Где что плохо лежит. Где что плохо положит. Тут заберем, это вот точку. Вот, например... Вот, строится там очень крутая мегистраль. У нас в районе 8, если кто знает диетал. Вот. И все обсуждают там. Вот какие-то планы. Проводится конкурс. Конкурс там выиграла одна компания. У нее диетальный участок. Обсуждают всякие генопланы. Смотрят на оперативную съемку в Digital Group. В общем, всячески следят за ситуацией. Вот. При этом это по всем дорогам в Петербурге, в Ленобласти. Есть разделы для каких-то дупиков пристроек, типа, жилых кварталов. Вот. Там рассматриваются генопланы, планы развития территорий. Ну и обычная болталка там, что происходит на разных трассах. Вот. Это все очень здорово. И где-то года два назад некоторым участникам... Некоторые участники обнаружили обнастык мэп. Увидели, что это хорошо. И начали оперативно обновлять нашу карту. То есть отмечать все стройки. И когда что-то меняется, оно в Ленобской области появляется уходим на следующий день. И поскольку участники форума достаточно хорошо работают с сериалами генопланами, то в ОСМе данная постройка в Ленобской области самая точная из всего, что в области в городе есть. Вот. На такой степени, что область вредные распечатывают и вешают в офисах строительных компаний. То есть недавно была презентация вот этого отрезка соснового осила, строящегося, куда завели кучу журналистов. Вот. И у них в комнате для презентации висела только одна карта. Это, собственно, рычаг ПРСМ с трассой прямо по посреди мэпу проложенной дороги. Что довольно смешно, потому что распечатка была довольно старая. С тех пор схема прохождения немного поменялась. И она, по-моему, в среднем была еще свежее, чем в офисе строителей. И, собственно, долгое время в качестве карт ничего не использовалось. То есть, говорят, там, начинается строительство там с 54 по 88 километр. И все должны представлять, где это вообще-то находиться должно. Постоянно были вопросы, вы не могли бы там показать точнее. После чего идут ссылки на Яндекс или идут скриншоты откуда-то. Вот. Это все было уже неудобно. И я подумал, что неплохо было бы взять и прикрутить интерактивные карты Казамы. И, собственно, месяц спустя появился первый прототир, и два месяца спустя его внедрили в форум. Вот это теперь в тему. Можно совершенно просто добавить такие немного интерактивные карты, которые разрабатываются. Можно смотреть на них разные штуки. И у них, разумеется, есть интерактивные фичи. У нас есть раздел форума, где обсуждается строительство Финляндии. Поскольку мы петербуржцы, мы очень часто бываем. Ездим в Хельсинки там везде. Вот. Вот, собственно, человек проехал, отметил там увеличение скорости. То есть здесь видно, что можно там отмечать цветами, отмечать всякие точки, подписывать. Ну и вообще все это делается очень просто. То есть на демонстрационном сайте. Так, уже просто. Просто форум, обычно, есть кнопка редактировать карту. И вот там можно нарисовать имя. Ну, все классическое. Поставить маркер. Маркеры очень крутые. То есть, допустим, если карта используется для фотографии, нужна вот видите первая фотография, вторая фотография, то они просто включаются кружочками, и это все здорово выглядит. То есть сразу видны точки съемки. Вот если что-то нужно подписать, они превращаются в такие подписи. То есть не нужно их дыгать, чтобы посмотреть на попал. Ну и когда текст очень длинный, то он, конечно, превращается в обычный компакт. Так, так все просто. Плюс к этому я подумал, что эту штуку можно... А новый бык создать? Новый бык точно так же. Ну, в форумах обычно вот есть поле вот сообщений, если курсы находятся на 3 карты, то к нам кондектируют или не редактируют. Если вне карты, то к у вас это будет. Вот, соответственно, такая же штука встроена на отдельный сайт, где она работает с средством обмена картами. То есть можно банально нарисовать карту, потом ее сохранить и получить ссылку, которую все можно наслать. Вот ссылка топлива просмотра перед аксированием. Вот она достаточно короткая. и позволяет, например, сохранение в куче форматов. Есть GeoGISON, GPX. Можно, допустим, сохранять с учреждением. Ну, и все такое. Плюс к этому сюда можно загрузить там кучу форматов. Те же треки с навигатора. там CSV, не знаю, набор точек. Можно загрузить CSV и сразу экспортируйте, чтобы получится для сайта сразу точки на карте подружать. Ипорт CSV здесь достаточно продвинутый. То есть он автоматически определяет формат файла, автоматически найти, где широта выгода. Подпись. То есть ничего не требует от пользователя. Вот. Ну и прикольно, что при этом карты вставлены здесь можно вставлять прямо на форуме. То есть... Банально взять эту ссылку, пойти на форум. Форум не требует допиливания? А что? Допиливать форум можно, да? Ну, после того, установишь плагин. А если без плагин, а может, наверное... А как без плагин? Нет. Ну, вот, собственно, ставить эту участку в ссылку. И все, вот, та же самая карта выложена. Вот, и при этом она сразу из форума позволяет выгрузку в пищи форматов. То есть можно, может, покатушки там выгрузить. В общем, вот. Соответственно, этот плагин написан. Ну, это оформлен плагин для пяти форумов. На очереди еще там несколько. Но я временно сделаю паузу разработки, чтобы заняться другими проектами. Вот. Собственно, как это используется? Есть несколько велосипедных форумов, которые поставят плагин, в том числе Велопитер, самый большой в северо-западном регионе. Вот. Здесь всякие воронежские, курские, еще там несколько. Вот. Поставил форум Косельникова. Это форум джиперов, афродеров, который самый большой в южном округе. Поставил, как ни странно, форум джиперов в Дубаях. активно использует, там показывают маршруты. Могу заговорить. Могу заговорить. Скорее всего. Вот. Самая главная цель у меня, для чего плагин еще не написал, это поставить этот, написать и поставить плагин на форум, который входит в десятки крупнейших во всех рейсингов. Это Scraper City, это тоже форум, интересующий строительством, но по всему миру, включая собственно дискут, так сказать, что Москва не сидит. Там сотни тысяч участников, поставим наизуалит. Инвестанты форума заинтересованы, но проблема в том, что движок у него платный и там все сложится разработкой. Но я работаю этим. Собственно, вот. Можно несколько летать? Ну, да, я готов смотреть на вопросы, выслушать кризиску. Я советовал бы связаться с форумом Винского. Это самый популярный форум по самостоятельному путешествию. Он очень популярный, потому что тема это, например, для меня всегда проблема составить свое путешествие. Я беру карты, беру какие-то путеводители, ставить, нарисовать, поставить точки. Существует не очень удобно. И люди, когда описывают тоже свои путешествия, они, если бы на форуме была такая штука, они могли бы другим людям показать, как они проходят где-то там. Тем более, у тебя обнистритмап, это всемирная карта. Как они в Таиланде, где находится там нужное заведение. Это было бы прикольно. Вторая тема, не знаю, было бы прикольно, если бы это... Мог парить комментарий, что это неограничено под стритмапом, то есть подборщик по умолчанию построен спутник Яндекс и спутник Гугл. Я к тому, чтобы посмотреть на туристическое применение туристических форумов этой штуки. Ну да, велосипедные форумы к этому близки. Насколько сложно внедрить? Это зависит от отменения формы. После того, как записан плагин, то есть здесь есть плагин под бажиром, установка почти всегда это пара нажатий кнопки. А там уже что-то говорилось про GS-версию, которую нужно строить. Да, я написал для форумов, для которых сложно устраивать, очень простую загрузчик. Так, сейчас нажим. Вот, допустим, на Велопитере обсуждают маршрут тоже используя этой штуки. Здесь используется цикл бы. Каждый форум сам выбирает список подложек, да? Да, здесь абсолютно все настраивается. Все размеры, все подложки, все кнопки. Позвонить или нет ссылки на шаре. То есть абсолютно все настраивается. Да, то есть установка в нормальных форумах это просто нажать одну ссылку, ну, скачать файл и нажать ссылку. В дурацких форумах типа pvb это нажать несколько кнопок и убедиться что нет ошибок. И после установки все очень просто. То есть обновление это почти всегда только обновление JavaScript, который лежит в основе. То есть там ничего сломаться не может. И абсолютно все настраиваемо. Что можно делать? Есть плагины, допустим, на этом форуме поставлен плагин, вывода длины маршрута может быть. То есть если маршрут стоит в нескольких отрезках, можно посмотреть там длины каждого отрезка. А как учитывается обновление? Не учитывается. обновление не считывается. А версия JavaScript работает? В смысле? Есть плагины, есть какая-то версия JavaScript и нет плагин. Есть загрузчик, который если плагин для форумы написать сложно, просто притиматив оставляется во все первичные странички форума. Это один JavaScript, который смотрит, если на странице есть код карты, то он начинает подгружать Reflet, этот MapBubi Gold, преобразует все в карты, то есть работает по сути как плагин. добавить исходный код гораздо проще. Почти во всех форумах есть встроенные возможности, там часто эту строчку можно вставить, даже не изменяя исходные форумы, а просто на стойках. То есть реакторы шаблонов есть. То есть есть тестовый плагин для WebBulletin, на котором JavaScript работает, который реально все, что требует, это зайти в панель администратора, добавить два ABB-кода и добавить этот JavaScript заголовок. Кто-то не требует копания файлов, вообще ничего. На производном форуме, где вообще не проводилось никакого вмешательства, просто чеки сообщений мы можем ставить гиперссылку, а не на URL, как бы ты получил. Можно ставить ссылку всегда на в тот сайт. Это будет просто ссылка по переходу, как изображение сайт. Если бы можно было написать какой-то текст и выполнять JavaScript, то это было бы очень небезопасно. Потому что кто знает, что его можно ставить. Так что разумеется, какая-то интенсивность администратора нужна. Еще комментарии есть. У кучи людей, у которых нет GIS-ов, или GIS в какой-нибудь центральном офисе, у них постоянно задача есть, что-нибудь обрисовать. Просто быстро. Они используют разные штуки. Google карты, Яндекс карты, кто что. Такая штука вообще, если бы они знали, для них класса суперская. Розыслава региона сказал, веди вот это, это, что-то. Ну, во-первых, все, что я показываю, оно лежит на GitHub под максимально открытием резинзина, который не требует даже там. Да-да. То есть, можно взять этот Саймонайм, добавить там Google Яндекс, и после обрисотки сразу здесь можно там КМЛ экспортировать. Яндекс, наверное, нельзя купить. Ну, это уже не конечно. То есть, форматы, которые можно загрузить там в серьезный GitHub, например, экспортировать. То есть, это совершенно без проблем. И в интерфейсе я посмотрел, тогда же получается проще, чем у того же Яндекса и него. Да. Такое понятие привычнее для многих пользователей формулы. Кому-то не хватает там кнопочки ссылка на Яндекс. СТОРОПУ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШУТ. Представляешь, как круто. А такое уже есть, не взлетало уже много раз. У нас это направление анализируется. Я как-то не нашел. Я постоянно еще такую штуку найти не могу. Нормально. Уже был и не раз и не раз улетал. Потому что никому не надо. Тем более на русском языке. А на русском не было, потому что никому не надо. Почему не надо? Ну, потому что не надо. Так решили всякие анализаторы рынка. У меня просто как раз фирма занимается различными сайтами и соцсетями. И они вот изучают, что популярно это. Ну, не настолько популярно, что просто ознакомиться. Люди изучают разные статистику. Требянец. Требе «Ребейт» Продолжение следует...